МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на канале СТВ, в студии Юлия Александрова. Здравствуйте. Вначале коротко о главном. Организация договора о коллективной безопасности не должна превратиться в очередного фантома. В итоге встречи Александра Лукашенко и Николая Бордежа. Браконьер убил инспектора за просьбу предъявить документы и подробности происшествия в Витебской области. Стройка без мусора. В Беларуси из-за нарушений приостановлены работы на 50 объектах. Организация договора о коллективной безопасности не должна превратиться в очередного фантома. На это обратил внимание президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с генеральным секретарем ДКБ Николаем Бордежей. В стороны подробно рассмотрели ситуацию, которая складывается на пространстве действия военно-политического союза, созданного несколькими государствами Евразии. У нас есть ряд вопросов, которые нам надо было бы обсудить. Может быть даже и согласовать перед принятием решений. Мы их с вами обсудим. Но я очень хотел бы, чтобы вы традиционно, как обычно, изложили, исходя из своей информации, своего опыта, ситуацию, которая складывается на постсоветском пространстве и, в частности, в рамках ДКБ. Что, с вашей точки зрения, на что нам надо было бы более существенно реагировать, какие вопросы не решаются, ну и ряд других вопросов, которые влияют на существо дел в нашей организации, чтобы она не превратилась в очередного фантома какого-то с определенными неопределенностями. Поэтому я с удовольствием бы получил такую информацию. Ситуация очень острая. Она острая на всех направлениях. Это касается и восточноевропейского направления, с учетом известных здесь событий. Самое главное для нас, что нас больше всего беспокоит, это попытки НАТО ввязаться в этот процесс, в те события, которые на Украине происходят. Это направление инструкторов, это участие в информационно-психологической операциях, это наращивание здесь тяжелого вооружения, в том числе переброска контингентов Соединенных Штатов Америки. Делается это демонстративно. Я считаю, что крайне тревожная такая информация о том, что создаются в шести государствах пункты управления войсками. Это не что иное, как создание инфраструктуры для введения боевых действий. Конечно, это нас тревожит. По нашим оценкам обостряются все практически так называемые замороженные конфликты. Для усиления позиций УДКБ идет реформирование коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона. Они состоят из 10 батальонов, 3 от России, 2 от Казахстана, остальные страны УДКБ представлены одним батальоном. Общая численность личного состава коллективных сил около 4 тысяч человек. Задачей УДКБ является защита территориально-экономического пространства стран-участниц договора от любых внешних военно-политических угроз, международного терроризма и природных катастроф крупного масштаба. Непростая ситуация склада в Центрально-Азиатском регионе, особенно в Афганистане. Там появились формирования исламского государства. А это значит попытки экспансии, распространения своего влияния в том числе на территории стран Центрально-Азиатского региона. То есть проблем достаточно много. Эти проблемы должны учитываться, они должны отслеживаться, что мы и делаем. И, конечно же, мы должны предпринимать превентивные шаги, которые бы обеспечили возможность нейтрализации тех или инфо-гроз, которыми могут столкнуться наши страны. В Беларуси и Китае договорились укреплять стратегическое сотрудничество. О расширении взаимодействия между странами шла речь в ходе визитов КНР государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Межуева. Был проведен ряд переговоров. Казахстан ратифицировал соглашение с Беларусью о реадмиссии. Документ предусматривает процедуру выявления и возвращения лиц, которые нарушили условия пребывания на территории государств. Это касается тех, кто незаконно въехал в Казахстан, либо въехавших по правилам, но оставшихся сверх срока действия визы или видоножительства. Соглашение ставит заслон нелегальной миграции в соответствии с нормами международного права. На пути к миру сегодня в Берлине нормандская четверка собирается обсудить ситуацию на Донбассе и реализацию минских договоренностей. За стол переговоров сядут главы внешнеполитических ведомств России, Германии, Франции и Украины. В повестке дня создания рабочих подгрупп по Донбассу, а между тем украинский лидер Петр Порошенко, от этой встречи ждет обсуждение ввода миротворцев на Донбасс. Они, по словам президента, должны стоять не только на линии соприкосновения, но и на границе. Напомню, предыдущая встреча в том же формате прошла в Париже 24 февраля. Между тем, на юго-востоке Украины периодически слышна канонада. Ближайшая дорога к Донецкому аэропорту остается самой неспокойной точкой на карте Донбасса. Сегодня в полдень здесь раздавали взрывы снарядов, неспокойные в самом Донецке. За минувшие сутки ранения получили 4 человека. Учения НАТО начались сегодня в Литве. В маневрах, которые проходят на двух полигонах, участвуют около 450 военнослужащих из Литвы, Польши, Португалии и США. С каждым годом в этих учениях, которые проводятся уже в третий раз, задействовано все больше союзников по НАТО. Впервые американские партнеры прибыли в Литву с самоходными орудиями. Отмечу, в последнее время Североатлантический альянс довольно часто проводит военные маневры в разных странах. По словам представителей организации, это связано со сложной геополитической ситуацией, в том числе и с кризисом на юго-востоке Украины. Целые кварталы превратились в пепел в республике Хакасия, России. Пожар прошелся по деревням и поселкам региона. Стихия оставила без крова несколько тысяч человек. Число уничтоженных домов приближается к полутора тысячам. По предварительным данным, погибли 15 местных жителей. Все погорельцы получат помощь и компенсацию за утраченное имущество. Напомню, накануне утром в республике Хакасия загорелось и более ста жилых домов и хозяйственных построек. По предварительной версии, причиной возгорания стал несанкционированный пал травы. Из-за ветра пожар быстро распространился. Пламя переметнулось и на лесной массив, к тушению которого сегодня подключились десантники. Завтра в Хакасии объявлен день траура. Бразилию охватили протесты. Сотни тысяч людей вышли на улицы городов. По словам демонстрантов, причиной выступления стала коррупция в правительстве страны. Только в Рио-де-Жанейро в акции приняли участие 270 тысяч человек. Протесты прошли также в Сан-Паулу, Бразилия, Белу-Аризонте и других городах. Всего, по данным полиции, в демонстрациях участвовали 800 тысяч человек. Поводом недовольства стал продолжающийся скандал вокруг государственной нефтяной компании. В причастности к коррупционным схемам подозревают правящую партию трудящихся. Протестующие также требовали досрочной отставки президента страны. В Дубае Человек-паук покорил 75-этажное здание. На глазах у десятков зрителей и полицейских французский экстремал Ален Робер без страховки залез на небоскреб в Дубае. Это самая высокая в мире спиральная башня. Залезть на нее оказалось непросто, так как во время подъема попадались отвесные стены. А там не за что было зацепиться. Робер признался, что готовился к этому дню целых два года. Скалолаз прославился в 1994 году, когда взобрался на башню Ситибанка в Чикаго. Всего же на его счету более 100 высоток по всему миру. Марина Павлоградская, телекомпания СТВ. В Витебской области во время рейда убит сотрудник Государственной инспекции охраны животного и растительного мира. Представитель Оршанской межрайонной инспекции уточнял информацию о факте браконьерства. Она подтвердилась. Инспектор пытался проверить документы у человека с оружием. Нарушитель выстрелил от полученного ранения. Сотрудник госинспекции скончался на месте. Стрелявший пытался бежать, но его оперативно задержали. Теперь 55-летнему жителю Толочино может грозить срок до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертная казнь. Добавлю, что подозреваемый ранее ни разу не попадал в поле зрения милиции. В настоящее время возбуждено уголовное дело по пункту 10-му части 2-й статьи 139-й. Это убийство полица в связи с осуществлением служебной деятельности Уголовного кодекса Республики Беларусь. Задержаны в настоящее время работают следователи. При осмотре места происшествия, а также прилегающей территории, были обнаружены стреляная гильза, гладкоствольное ружье, а также патроны к данному гладкоствольному ружью. В Беларуси из-за нарушений приостановлены работы на 50 стройплощадках. Это четверть объектов из тех, что подверглись проверке госстройнадзора. При объезде выдано и более полусотни предписаний. За порядком на стройплощадках следят санитарные службы. Особое внимание уделяется состоянию подъездных путей, наличию мусора, порядку складирования материала. Только в Минске с начала года рабочие группы районных администраций проверили почти тысячу строительных объектов. На нарушителей составлялись протоколы, им выдавались рекомендации по исправлению ситуации. Суммы штрафов составили свыше полумиллиарда рублей. В Витебске на пожаре погибло два человека. Трагедия разыгралась минувшей ночью в частном доме. В нем находились четыре человека. Парень и девушка покинули жилище самостоятельно и не пострадали. Вот двух других их знакомых спасатели обнаружили без признаков жизни в комнате. Причины пожара устанавливаются. Вероятнее всего он возник из-за непотушенной сигареты. Основная причина возникновения пожаров – это курение граждан, находящихся в нетрезвом состоянии. В связи с этим обращаем внимание, чтобы все помнили, что курение в нетрезвом состоянии приводит к пожарам. Будьте осторожны, берегите себя и своих близких. Все большая популярность в Беларуси приобретает совместный проект «Письмо победителю» нашего телеканала и молодежных организаций «Пионерия» и «БРСМ». Историю о тех героических днях можно услышать в любом регионе, ведь акция обязательно доберется до каждого уголка нашей страны. В письмах-треугольниках свои истории рассказывают потомки солдат Победы и благодарят их за мирное небо над нашей общей родиной. Я писал письмо полковнику Шкиндеру Петру Васильевичу. Он был участником операции «Багратион» и участвовал в освобождении городокского района. Я его не знаю, но я знаю точно, что он был великим человеком, который подарил нам эту победу. В своих письмах мы пишем «Спасибо тебе за победу, солдат!» И низкий поклон всем солдатам 1941-1945 годов. В связи с подготовкой к Параду Победы сегодня в Минске на участке проспекта Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей и ограничат движение транспорта. С 22 часов и до полуночи состоится тренировка с водной ротой почетного караула. ГАИ рекомендует водителям заранее планировать маршрут объезда с учетом таких изменений. Далее спортивное обозрение. Следующий выпуск новостей в 19.30 проведет Олег Степанюк. Я же на этом прощаюсь и желание скучного продолжения.